Время 15 минут третьего. Аж бегом успеваем сегодня закончить машину. Нам по большому счету надо взять контактный сварк и проварить тут точки, тут точки, тут, тут. Я все зачистил, все готово, и тут я нифига тут не зачистил. Сейчас надо отодвинуть, вот эту штуку с двух сторон почистить. Все, сегодня на контактный сварк. Очень, блин, быстро. Люди, задача упростилась, ресничек не будет у нас. Сказали, делай так, мы потом подправим. Маляру сказали, мы потом подправим. Все, варим так. Прикрутил крылья, окончательно больше снимать не буду, хотя они их все равно снимать будут. Но моя задача прикрутить. Зазор идеал, зазор красивый. Все класс. Уравновесил эти два зазора. Оно, вот, если видно, в центре двигается куда хочешь. А здесь не знаю, да, и здесь в центре. Есть. Теперь, теперь нам надо приварить вот это и вот это. Вот это, вот это, конечно, можно было бы по ресничкам выставить. Сейчас реснички тык и вверх-вниз. Но так как нету, вот среднее положение. Можно чуть туда сдвинуть. Вот эта штучка кривая приварена. Здесь нормально. Сейчас сдвинуть немножко, да, вот так вот, и зажать. Оно ни на что не влияет. Вот видите. Вот так, а потом бук. То есть ни на что оно не влияет. В центре. Здесь тоже в центре. А, это я, чтобы, когда палка стояла, чтобы не выскочила эта планка сюда. Поэтому вот так сделаем. Ну, видно, да, центр. Ну, она просто может выскочить, не испойти, и все это погнется. Сейчас, конечно, по уму надо накинуть усилитель и бампер, но... Ой, ну, там такой усилитель. Там такой усилитель. Он такой паршивый. Что, я думаю, он не подойдет. Поэтому накидываю. Ну, фиг его знает. Ну, давайте. Давайте накинем. Сдираю все эти надписи. Раз. Видите, кахолка. Видите, какое оно все кривое. Ну, сейчас, ладно, сейчас молоточком бубук накинем хотя бы ножи. Блин, или не надо? Я сейчас вообще хоть прикину. Он хоть подходит по креплениям, нет? Он вообще не подходит. Уперли. Между ними 71,5. Чертеж гласит. Должно быть 71,2. Ну, ладно, 3 миллиметра. Да, надо, вон, тут можем на 3 подсунуть. Надо, там можем подвинуть. Вообще не проблема. Дальше. Чертеж гласит. В центрах должно быть 101,5. Это мне делать когда-то нечего было. Я усилитель перемерил полностью. По направлялкам должно быть 76,2. По направлялкам должно быть 76,2. А от чего до чего до центра 76,2. Тут у нас идет 75,7. Ну, подумаешь, его надо сдвинуть. Там и 7,2 на 5 миллиметров. Значит, 105 по центрам. 105 по центрам. 9,5 сантиметра тут не хватает. Полтора сантиметра по центрам не хватает. По центрам должно быть 101,5. А тут у нас 9,5. Ну, так сварили усилитель. Короче, усилитель ни о чем. Не будем его мерить. Варим эти штуки. Только по нивелирую их. Постреляем там, чтобы центр-центр был. Центр-центр. Линия выше на 2 миллиметра. Там надо опустить на парочку миллиметров. И можно смело варить. Люди, и помните, автомат, как и споттер, сжит металл. Наверное, сжит. А, какая горячая. Это мы сейчас обрежем. Ну, вот такие точки. Я не знаю, увидите, не увидите. Смотрите. Вот, шикарная точка. Блин, Андрюшка, как это по цвету точки? Ну, электрод уже вообще не липнет. Хотя, вот я смотрю, бронзяшка остается на нем, но не липнет. А варил я, короче, если мы с вами пробовали на единичке 0,8 варить, то варил я уже-то и на пятерке. 4,5. Короче, вот так все получается. Ну, фиг его знает. Тягаю, зубилом пробовал. Все держит. Хотя, если тут отпадет, то поселитель переключен ничего не будет. Дело в том, что это экспериментальная машина. Если отпадет, нам за это ничего не будет. Просто приедут по дворю. Короче, не могу объяснить, но сегодня мы варили вот это, вот это, вот то контактная сварка, и вот это. А, и то, и то. Короче, вот этот момент, это самый почему-то красивый получился. Или как-то так. Особенно вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот этих семь точек вообще шикарные. Здесь чуть под углом были клещи, поэтому как бы они полусмазанные получились. Блин, ну вот это вообще шикарняк. Не знаю, видно, не видно. Она такая упопленная. Ну, конечно, не как у Ланоса. У Ланоса она идет чуть ли не 10 миллиметров. У нас миллиметров 5-6. Да все, отлично. Обрезаю. Что-то прет сегодня. Поставил вот в центр, просто зажим пока зажал, ни верх, ни вниз регулировал, выставил примерно посередине замок. Бук, все закрылось. Все плотненько, все хорошо. Зазор маленький, надо отвести. А, они разбирать будут. Сейчас, то есть, если открывается и закрывается, ну, закрывается и закрывается, если откроется, все отлично. Сейчас хлопать сильно нельзя, потому что она сейчас вниз уедет. Все, готово. Ну, примерно вот в центре выставил его. Он немножко погнутый, был подогнутый. Ну, вот. Раз. Вот. Сейчас можно надавить, если болтается, или поднять, если очень туго закрывается. Ничего не закрывается, не открывается. Варим. Варить будем в прямом эфире. Дело в том, что я варю-варю, потом делаю маленькую паузу, чтобы электроды остывали. Да, чтобы воду их не вымокать. Ну, что, включаем. Какой долг, дофиг его узнаем. Давайте на пятерке оставим. У нас уже не летнет ничего. Кнопку, я так понял, не надо переставлять, потому что мне, что правый, что левый, нажимать одинаково. Ну, то есть, мне удобно. Попробуем поставить две точки. С каждой стороны. Первая. Раз. Видите, вообще не прилипает. И два. Боюсь, я еще по одной. Ну, что-то я так. Хотя, я уверен, несколько машин. И еще, да, Дмитрий? Ух, верпа. Отлично. Глаза закрываю. Боюсь, искры летят. Электроды холодные. Вот такие точки. Блин, все равно, вроде, там медь присутствует. Этот, как ее? Бронза медь? Или-то не бронза медь? Тоже шикарные точки получились. Хотел вообще шовчик еще оттуда дать сантиметровый, но сейчас ничего не буду давать. Все классно. Варить будем в прямом эфире. Дело в том, что я варю-варю, потом делаю маленькую паузу, чтобы электроды остывали. Да, чтобы воду их не вымокать. Ну что, включаем. Какой долг? Да фиг его знает. Давайте на пятерке оставим. У нас уже не летнет ничего. Кнопку, я так понял, не надо переставлять, потому что мне что правый, что левый нажимать одинаково. Ну, то есть, мне удобно. Попробуем поставить две точки с каждой стороны. Первая. Раз. Видите, вообще не прилипает. И два. Боюсь, я еще по одной. Ну, что-то я так. Хотя, я уверен, несколько машин и еще данный. Ух, горба. Отлично. Глаза закрываю. Боюсь, искры летят. Электроды холодные. Вот такие точки. Блин, все равно вроде там медь присутствует. Этот, как ее? Бронза медь? Или то не бронза медь? Тоже шикарные точки получились. Хотел вообще шовчик еще оттуда дать сантиметровый, но сейчас ничего не буду давать. Все классно. Типа сварке уже доверяю. Я же совершенно забыл. У нас же с вами вставили отверстия просверлены для этого усилителя, чтобы править его. Поэтому вот вставил направлялку. Здесь направлялка сейчас на миллиметров 12 не подходит. Но дело в том, что я только что между ним вставлял гидравлику и уже распихивал, и уже распихал немножко. Аж сварочные точки где-то тут два ряда поотрывались. вот видно на полтора сантима надо его растянуть. Усилитель поставил, бампер поставил. Не на клипсе только нету, ничего нету. Вон восьмые направлялки всунул. Здесь саморез, там саморез. Ну, в принципе, я думаю, ничего так получилось. Усилитель тоже только на одной гайке держится, а с одной стороны и с другой. Все, люди, машину со стапеля снял. Дверька никуда, ничего, все классно. Подпрыгают немножко, если видно. Провисеть будет нормально. Это даже хорошо. Блин, зазор чуть-чуть маловато сделал. Ну, это вообще пофиг. Пофиг, тут сейчас 4 болта и отвезти вперед. Не буду все равно снимать будут. У меня зазоры все равно никто никогда не проверяет. Все на моей ответственности. А я очень ответственный. Буль, знаете, где тут эта штука? Раз. Все. Звоню, пусть забирают. Вывод за день. Мне очень понравилось варить контактной сваркой. Время реально быстро. Быстро это все получается. Дык, дык, дык. И готово. И не надо потом болгаркой чистить, не надо сверлить. Ладно, все. Всем удачи. Надо спешить. Сейчас ее забирают. Нам хундайку сегодня должны сюда загнать. То был фольсик, то ниссан был, то теперь хундайка перед ними. Покеда всем. Чуть больше, чем пол четвертого. Успели. Ланас уехал, акцент заехал. Ну, тут с акцентом пигня. Вот тут складка разровнять. Вот это все перекошенное. Вот это все перекошенное, потому что усилитель толкнул, все перекосил. Это все у нас туда ушло. Там помято, там помято. Ну, в общем, набрать машину, снять этот весь телевизор, отрихтовать его на место, поставить ровненько. Плюс, блин, вот этот усилитель придется рихтовать, который идет, в который был удар, и ее пануло. Ну, вот это все завтра. Всем пока.